привет всем вы на канале позитивный огород зацвел у нас горох это обычный горох но также зацвел и вот этот интересный горох который обещает быть с фиолетовыми стручками можно заметить что начинает только цвести также зацвели и бобы тоже достаточно активно они цветут сейчас у нас на дворе конец июня и сегодня у меня была проведена последняя подкормка зеленым удобрением если же вы используете какие-то другие азота содержащие удобрения то это могут быть конечно иные удобрения вот у меня обычно зеленое удобрение как видите луковица уже начала активно формироваться серый лук вот тут у нас коричневый какой-то и белый лук сейчас вам покажу тоже вот такой тоже уже луковица формируется все на данном этапе нам уже не очень-то нужно именно рост пера нам нужно именно большее внимание чтобы было уделено именно росту самой луковицы поэтому все вот провели сегодня подкормку зеленым удобрением все больше зеленое удобрение мы использовать для лука не будем чтобы этого уже будет достаточно перо лука очень даже хорошо приобрело такой активно окрашенный зеленый цвет и в дальнейшем именно вот смотрите так как у нас лук посажен на вот эти вот возвышение гребни вся вся лишняя земелька которая у нас здесь будет находиться она будет постепенно скатываться вниз и луковичка у нас будет предоставлена солнечному свету очень хорошо лук будет посвящен это очень важно для формирования большой крупной луковицы который нас будет очень хорошо хранится вот именно этим способом китайский но можем предоставить луковицы метод этот момент соблюсти так сказать что касается зеленого удобрения то сперва конечно мы как всегда правит проливаем вот в это вот небольшой такой ров вот в этот обычной водой 1 10 10 литровая лейка у меня уходит на вот эту грядку а затем уже мы в 9 литров воды добавляем 1 литр зеленого удобрения и опять же таки проливаем вот в это вот углубление так сказать то есть вот здесь мы ничего не поливаем самую луковицу стараемся не лить постараемся попадать минуту этот промежуточек корни у лука очень хорошие будет совершенно спокойно брать все необходимые вот эти питательные вещества которые у нас содержатся в зеленом удобрении вот мне очень нравится ты метод китайский способ посадки лука некоторые луковицы и какой-то дна даже немножко на на какой-то паре похоже не знаю что это за луковица такая в общем весь лук в принципе очень даже так неплохо на роз на зелень больше нам зелень как бы не является таким решающим фактором сейчас главное нам предоставить луковицу большему такому солнечному освещению лук exhibition его можем конечно подкормить тоже зеленым удобрением можем его даже и не подкармливать ведь и лук exhibition вообще он как бы он даже не желтеет вся перо вот это все она совершенно такого насыщенного зеленого цвета как бы подкормок значит у нас и лук в принципе даже может быть и не требует лучше как бы не переборщить минус подкормка из лук в хорошем состоянии состоянии пера об этом именно нам сигнализирует то можем даже и не делать эти подкормки именно азотные можем их отложить в сторонку тоже рассада лука который у нас было немножко поменьше и и соответственно можем подкормить зеленым удобрением вот этот лук был подкормлен ну также 1 литр зеленки на этого зеленого удобрения на 10 литров воды можно заметить и ялтинский красный также постепенно начинает все больше и больше подрастать и exhibition некоторые луковицы прям идут даже с опережением мне кажется роста своего у тебя перышки начали как луковица нас растет перышки начинают нас отгибаться в разные стороны если перышки немножко даже вот так заламываются тут тоже ничего страшного здесь вот намного больше луковицы хотя рассада была средняя но даже перегоняет крупную рассаду такая уже довольно таки хорошая крупная луковица формируется поэтому exhibition это беспроигрышный вариант конечно он не так хорошо хранится но у многих я знаю что луковицы exhibition даже хранилась до самой весны и затем и посадили на рассаду поэтому при хорошем именно высушивание лука я думаю что можно добиться и соответственно хорошего хранения и лук-порей постепенно наращивается такой крупный лист толстенький мы надеемся что будет хорошая минут эту луковицы паре и можно подкормить зеленым удобрением дальнейшем также мы прекратим подкормки именно азота содержащие для лука паре и вот такие вот дела что чем хотелось именно поделиться с вами всем тем кому советы были полезными видео понравилось подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч для нас конечно же важна поддержка каждого спасибо за просмотр и за комментарии всегда вам рады